Что вообще происходит? Почему, что, почему здесь это написано? Привет всем любителям поговорить о книгах, и в сегодняшнем видео у нас прям вообще целая огромная стопка разных книг, часть из которых это прям новые-новые приобретения за последнее время, и часть из которых это кое-что уже прочитанное. И сегодня у нас такое видео, знаете, одна книжечка, новиночка, другая книжечка, это что-то уже прям вот прочувствованное. И начнем мы именно с последнего, а именно мы начнем с вот такой вот мексиканской готики. Это книга, которую я видела неоднократно в книжных магазинах и в оффлайне, и в онлайне, и как-то, знаете, я постоянно проходила мимо. Но меня, конечно, привлекло то, что здесь написано бестселлер New York Times, но хотя мы все с вами знаем, какие там бестселлеры самые разные попадаются, и не всегда это свидетельствует хоть сколько-нибудь об интересе, который вызовет эта книга, или вообще о том, что она действительно хорошо написана и действительно интересная. В общем, проходила я мимо, как-то все равно меня это не особо трогало, но потом я на BookTube услышала несколько диаметрально просто противоположных обзоров по поводу этой книги, совершенно противоположные были мнения, и я все-таки не выдержала, думаю, ладно, ладно, мексиканская готика тогда идет и ко мне тоже, и нужно ее прочитать. Ну, понятное дело, что готический роман это такой жанр, который многими любим, и мной он тоже любим. И вы знаете, мне эта книга, честно говоря, понравилась, вот я ее как-то смогла прочувствовать, хотя, конечно, в ней не обошлось без кое-каких недостатков. Во-первых, о чем сама книга? Сюжет книги вот в чем состоит, что есть мексиканская девушка, которая происходит из очень богатой семьи, и на дворе, кстати, стоят, по-моему, там 50-е что ли года по сюжету. Мексика, Мехико, блестящий, звенящий город, и вот эта юная красавица ходит по вечеринкам в красивых платьях и, в общем, всячески наслаждается жизнью. Но в один ужасный или прекрасный, или все-таки ужасный день, ее отец говорит ей, что он получил письмо от ее кузины, которая недавно вышла замуж и уехала в некую деревню, где раньше были серебряные прииски, и, в общем, вышла она замуж за потомка неких английских промышленников, которые приехали в свое время в Мексику именно за тем, чтобы разрабатывать эти серебряные прииски. В общем, эта сестра, которая была раньше такой тоже жизнерадостной девушкой из богатой семьи, сейчас что-то приуныло. И, в общем, пишет в своем письме, что что-то у меня все плохо, что какие-то, в общем, непонятные галлюцинации, я плохо сплю, меня тут все травят, и вообще совершенно, в общем, я в расстроенных чувствах, спаси меня скорее, приезжай скорее за мной. И ее вот эта вот сестра должна поехать и узнать, что уже там с ней происходит. Ну, разумеется, девушка вот эта, наша главная героиня, она такая прям вообще очень бойкая, приезжает в этот дом, а там все прям по классике готического романа. Английский дом, в нем живут вот эти вот потомки английских промышленников, ужасно все недружелюбные, какие-то, знаете, такие серенькими лицами, такие какие-то нездоровые все и крайне чопорные. Ну, и разумеется, там начинаются какие-то разговоры, что, мол, мы здесь все англичане, а вы тут какие-то мексиканцы, да вообще, ну, знаете, там такие разговоры про Евгенику начинаются, и весь этот дом крайне давит на нашу героиню, сестра вот этой ее кузина, тоже какая-то вся непонятная сидит, чуть живая там, ничего не может объяснить, что с ней происходит, ну, и начинается там замес, в котором основная роль будет отводиться грибам, как ни странно, и также плесени. Ну, на самом деле, достаточно классическое начало для готического романа, хотя оно помещено в совершенно что-то такое необычное, совершенно какие-то другие декорации, нежели обычно. Вы знаете, я так заинтересовалась этой книгой, кстати говоря, что я считаю совершенно справедливым, что про нее говорили в разных обзорах, это то, что здесь довольно странный язык, ну, она, честно говоря, просто плохо переведена, эта книга, я прям, я специально пошла посмотреть на YouTube интервью с автором этой книги, и она сама мексиканка, ну, как можно было понять по ее имени, но живет она в Канаде, и она говорит на совершенно прекрасном, очень художественном, очень интересном, интеллектуальном английском языке в этих интервью, то есть, я так понимаю, что в оригинале, конечно, эта книга написана должна быть совершенно превосходна, и намного лучше, чем она переведена на русский язык. Но на русский она переведена немножечко коряво. Я, конечно, знаете, не настолько впечатлилась этой книгой, чтобы не идти читать ее в оригинале, но, тем не менее, вот такой вот они небольшой факт, все равно читать можно. Так вот, эта писательница в своем интервью рассказывала, что она вообще, когда училась в институте, она делала какие-то работы по поводу творчества Лавкрафта, и вообще она очень любит вот этот вот весь хоррор-жанр, какие-то очень мрачные такие готические истории, и у нее была какая-то там дипломная работа, в которой она писала про несколько тем. Во-первых, про Лавкрафта, во-вторых, про женщин, и также про Евгенику. И, в общем, все эти темы вылились в результате вот в этот роман. Мне кажется, реально, три слова, Лавкрафта, женщины и Евгеника, а, ну, еще, наверное, все-таки даже не женщина, а феминизм, скорее вот. Вот феминизм, да, это более правильное слово, это то, про что, в общем-то, этот роман. И, кстати говоря, здесь еще интересная есть задумка. Вот это вот, вот этот вот разворот, это повторяет, в общем-то, обои того дома, где будет жить главная героиня на протяжении книги. Здесь есть вот такой вот код, по которому вы можете прослушать плейлист, который специально писательница подобрала для этой книги. И надо сказать, что у писательницы довольно хороший музыкальный вкус. Я прям впечатлилась, потому что явно ей очень нравится музыка 80-х, но не просто, как бы, знаете, 80-е, а такая немножко мрачноватая музыка 80-х. Там у нее есть и Брайан Ферри, и вот эти вот все вещи. В общем, она не совсем подходит под такой готический мрачный роман эта музыка, но она очень своеобразная, то есть музыкальный вкус у нее прям такой, я оценила. Она определенный меломан. В общем, идем к следующей книге. И следующая книга — «Магическая уборка». У меня сегодня, знаете, вообще вот так вот, просто совершенно разные жанры, совершенно разные темы будут. И «Магическая уборка» Мари Кондо или Мари Кондо, ее совершенно все по-разному читают. В общем, это японка, которая основала супер успешный свой бизнес по консалтингу, который касается уборки. Я думаю, что все прекрасно знают, что это такое за книга, потому что она просто безумно популярна в течение последних, наверное, ну не знаю, лет 10 или 7 точно. И если вы поищите на YouTube, например, ролики по теме «Метод Кон Мари» или тоже иногда говорят «Кон Мари», «Кон Мэри» там по-разному произносят, потому что в японском языке нет ударений, и, соответственно, не совсем понятно, как ее правильно читать. Это она сама назвала свой метод «Кон Мари» или «Кон Мэри». В общем, если вы посмотрите эти видео, то огромное количество видеороликов, где люди просто в диком восторге от этой книги и от этого метода. В чем заключается вообще смысл этой книги? Эта книга — это не художественное произведение, как можно понять, это инструкция по тому, как привести свою жизнь в порядок, причем за один раз. Что нужно вам сделать? Просто один раз огромное усилие под собой, перебрать полностью свой дом, выбросить все лишнее. Это, кстати, самое главное. То есть не просто взять все вещи там, сгрести в кучу и потом расставить по правильным местам, а именно опустошить буквально свой дом и выбросить весь хлам, все барахло, которое вы на самом деле не используете. И таким образом, как говорит автор этого произведения, вы не только, ну, в общем-то, сделаете уборку наконец-то у себя дома и приведете свой дом в порядок, но также приведете в порядок свою голову, то есть у вас мысли станут более стройными и свою жизнь, как она клянется, прям клянется в этой книге, что даже ее всякие клиенты, которые к ней обращались, они даже худели на несколько килограммов, потому что их жизнь становилась более такой, знаете, более продуманной, более основательной. Они начинали понимать, что они едят. В общем, у них дела шли в гору, они задумывались над своими отношениями и находили какой-то лучший выход, как улучшить свою жизнь. В общем, все будет замечательно, если вы только последуете этому методу и, в общем, сделаете вот эту вот магическую уборку. Книга, на самом деле, довольно странная, потому что большую часть книги, сама Мария Кондо, она рассказывает про то, что она с детства буквально там, вот знаете, когда она еще пешком под стол ходила, дико увлекалась уборкой и постоянно какие-то журналы покупала про уборку, постоянно что-то какие-то делала, организационные вещи, как вот правильно убирать дома. В общем, это была ее самая огромная страсть, пока ее там сверстники, не знаю, играли в куклы, играли в компьютерные игры, встречались друг с другом, она сидела дома и постоянно убиралась. То есть это, конечно, звучит, как будто она немножко сумасшедшая, честно говоря. Но когда я прочитала эту книгу, я очень долго к ней прям скептически относилась, потому что я думала, что, знаете, очередная тема вот из таких религий New Age, типа, ну, если ты, по крайней мере, не ударяешься в какую-то прям конкретную эзотерику, ты можешь придумать себе какую-нибудь религию типа магической уборки, что-то в этом духе. Но когда я ее прочитала, я подумала, что в ней действительно есть большое рациональное зерно, и я прям жду, не дождусь, когда я смогу уже начать свою большую уборку, потому что определенно она в какой-то степени вправляет мозги на место, и вам хочется действительно избавиться от всего лишнего. Вы начинаете, знаете, ходить вот по квартире и видеть, так, вот этой вещью я реально не пользовался уже там пять лет, она просто лежит, она мне абсолютно не нужна, она не радует мой глаз, зачем она вообще должна там у меня здесь находиться, если я могу от нее избавиться, и моя квартира, мой дом станет просто чище, лучше, мне будет приятнее в нем находиться. Поэтому я как-то впечатлилась, ну, в общем, интересный, интересный метод. Как-нибудь попробую, и потом вам расскажу все-таки, как это сработало. Ну, а теперь у нас минутка полезной информации. Информация для тех, кто мечтает не просто убираться, не просто, знаете, как-то вот в своем доме так побольше разобраться, хотя это тоже полезное занятие, а мечтает создавать самостоятельно удобные и уютные интерьеры. Кто мечтает начать свою карьеру просто с нуля, то тем я советую обратить особенное внимание на факультет дизайна интерьеров высшей онлайн-школы среда обучения. Среда обучения — это совершенно потрясающая онлайн-школа, где преподаватели — это опытные дизайнеры и архитекторы, которые вас учат не просто чему-то абстрактному, а тому, что вам реально пригодится, которые разговаривают с вами о своих реальных проектах и делятся своим опытом. Кстати говоря, все занятия проходят в онлайн-формате, то есть вы можете заниматься абсолютно из любой точки мира, а также вебинары, доступные в записи, если вы вдруг пропустили какое-нибудь занятие. Кстати говоря, на факультете дизайна интерьеров вы не только освоите дизайнерские навыки, но вы также поймете, как вообще устроена эта индустрия, как искать работу, как строить отношения с заказчиками, а еще в среде обучения учат на практике, и вы не только освоите все основные дизайнерские программы, но также научитесь работать с материалами, и научитесь сразу же с первых дней обучения набрасывать скетчи для ведения своих проектов, а в конце обучения у вас уже будет готовое портфолио из ваших работ. Плюс вы еще получите диплом о дополнительном профессиональном образовании и невероятно полезный бонус, и это вакансии и заказы, которые доступны студентам и выпускникам в рассылках и телеграм-канале. В онлайн-школе среда обучения есть три программы для будущих дизайнеров. Программа для дизайнеров интерьеров, также для декораторов и для ландшафтных дизайнеров. Программа по дизайну интерьеров это полный цикл работы с жилыми и сообщественными пространствами, причем от идеи до финальной презентации заказчику. Если вы хотите стать уверенным дизайнером со знаниями во многих смежных областях, то эта программа как раз для вас. Программа для декораторов для тех, кто любит работать с деталями. Если вы любите подбирать материалы, элементы декора или мебель, то это программа для вас. Вы научитесь оформлять как жилые, так и общественные пространства, и также готовить их для различных мероприятий. Ну и конечно программа по ландшафтному дизайну. Это программа для тех, кто как несложно догадаться мечтает заниматься ландшафтным дизайном. Вы сможете с нуля разбираться в разных стилях ландшафтного дизайна, работать с материалами, работать с растениями. Также сможете создавать свои собственные архитектурно-ландшафтные проекты, как жилые, так и общественные, и также визуализировать их в различных программах. По-моему, звучит просто замечательно и суперинтересно, поэтому, если вы заинтересовались, а я надеюсь, что это так, заглядывайте в инфобокс, там будут ссылки на высшую онлайн-школу средообучения, там же вы найдете подробную информацию про факультет дизайна интерьеров, и кроме того, там еще будет скидка в 10% на все долгосрочные программы. Пожалуйста, заглядывайте, а я вам желаю просто потрясающих успехов в освоении новых и таких интересных профессий. А мы возвращаемся к книгам, и теперь у нас «Идеальная смерть Мияко Сумиды», автора Кларисы Гоэнаван, или Гоэнаван, ну, в общем, как-то так ее фамилия интересно звучит, потому что сама она автор индонезийского происхождения, но живет она в Сингапуре, и эта книга довольно занятная. Кстати говоря, в оригинале она называется «Идеальный мир Мияко Сумиды», но, судя по всему, наши издатели решили, что, знаете, позитивными названиями никого не привлечешь, поэтому нужно написать «Идеальная смерть Мияко Сумиды», хотя на самом деле «Идеальный мир» более отражает суть этой книги, и это выражение, оно просто часто встречается на протяжении этой книги, именно «Идеальный мир». Ну, в общем, логичнее, что называется именно так в оригинале. Эта книга поначалу, когда вы начинаете ее читать, вам кажется, что это просто полный плагиат норвежского леса Харуки Мураками. Есть молодой человек, есть девушка, та самая Мияко Сумида, которая вдруг внезапно, непонятно почему, покончила с собой. Этот молодой человек был в нее просто дико влюблен, он ей все время предлагал встречаться, у них там были какие-то отношения, ну, если вы читали «Норвежский лес», вы, наверное, понимаете, о чем я, о каких отношениях, но как-то вот все не складывалось, он все время к ней, и вроде она ему тоже, он ей тоже нравится, но она все время, ну что-то как там, ну нет, не будем мы с тобой встречаться, в общем, давай просто дружить. И он вот все время в какой-то фрустрации пребывает, а потом раз, и она покончила с собой, разумеется, он весь опустошенный, должен понять, почему же, собственно, она это сделала. Ну и, в общем, половину книги все примерно так развивается, вот просто чисто такой норвежский лес. Еще интересно, что писательница, она не японка, но она очень хорошо, знаете, вот эту вот тему подчерпнула, то есть, мне кажется, она прям вот как-то мимикрировала под какого-то японского писателя, с другой стороны, может быть, это было и несложно, потому что, ну, как бы, можно просто переписать норвежский лес немножко на современный мотив, и будет все идеально. Но потом с середины книги как-то, знаете, уже прорастают разные другие вещи, которые нас уводят довольно сильно в сторону от классического норвежского леса, потому что здесь встает и вопрос трансгендеров, что вообще довольно необычно для такой книги, и также в конце уже вообще начинается какой-то магический реализм, когда там и призраки какие-то возникают, и вообще какие-то, ну, очень такие странные вещи, уходящие куда-то действительно в какую-то параллельную вселенную, и плюс еще довольно неожиданная развязка. Мне кажется, что в этой книге, в принципе, просто такое смешение жанров получилось, ее большим недостатком, я считаю, то, что по большей части она крайне размеренная, то есть там ничего не происходит, вы просто читаете вот эти все описания, ну, что я там опять встретился с Мияко, она там была такая красивая, она мне так нравится, она мне опять отказала, она не хотела со мной встречаться, ну, и, в общем, реально, пол книги вот просто про это речь, а потом на последних страницах, в общем, вам так бах, бах, там такое, сякое с ней произошло с этой Мияко, и вообще такие там истории у нее на самом деле были, что неудивительно, что она покончила с собой. В общем, непонятная, непонятная довольно книга, но если вы, в принципе, любите всяких японских авторов, то, скорее всего, вам она понравится. Дальше у нас вообще крошечная книга Шона Байтала. Ну, Шоном Байталом-то мы с вами хорошо знакомы, правильно? Уже сколько лет мы про него говорим? Ну, последние года три, наверное, это тот самый автор записок книготорговца, дневника книготорговца Шон Байтал, который очень активно у нас издается в России. Ну, вот как-то у нас азбука издательства его прям сильно любят. Я думаю, что он очень хорошо продается, потому что, ну, в принципе, у него такие книги хорошие, остроумные, достаточно занудные даже, ну, в таком, в приятном смысле. И это автор, который, знаете, такой безопасный, то есть вы, когда его читаете, вы не испытываете таких каких-то, типа, что вообще происходит? Почему, что, почему здесь это написано? Как, например, вот в таких книгах вы прям спокойненько так читаете, размеренно, дома, вечерочком, под чаек, и у вас просто немножко улучшается настроение каждый раз. И отношения тоже, наверное, улучшаются. Если улучшается настроение, как следствие, улучшаются отношения в семье, как правило. В общем, интересно довольно его читать. И есть также еще книга его бывшей девушки Анны, которую я до сих пор не прочитала. Три вещи, которые вам нужно знать о ракетах, по-моему, так она называется. Она до сих пор у меня лежит в стопочке на прочтение, но до сих пор я ее не прочитала. И вот Шон Байтл написал новую книгу. Написал он ее уже, находясь на карантине. И это вот такая крошечная просто книжечка, которая называется «Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине». Книга это, ну как бы это, знаете, вот просто такой краткий очерк про тех людей, которых вы можете, собственно, встретить. Типа там эксперт или какой-нибудь зануда, или человек, который ходит и выпускает газы, когда он приходит в книжный магазин. Очень, кстати, остроумная книга, вообще такая приятная. Но, с другой стороны, знаете, она настолько короткая, что я не уверена, что стоит ее покупать за ту цену, за которую ее продают в разных книжных магазинах. Но все равно, если вы фанат, вам она понравится. Если вы никогда не слышали про Шона Байтела, это точно книга не для вас, она вас не впечатлит. Следующая книга «Африка. Все тонкости». Про эту книгу мы говорили с вами в прошлый раз во всяких книжных новинках. И это книга блогера Натальи Сакада, которая живет в Гане. Гана — это страна на западе Африки. И у нее есть, у Натальи Сакада, не у Ганы, есть Инстаграм. И в этом Инстаграме она рассказывает про свои будни. У нее муж гамец, и также у них несколько детей. Но у нее замечательный Инстаграм-аккаунт, очень интересно она рассказывает. И эта книга, как я поняла, это как часто с блогерскими книгами бывает. Это такой, знаете, сборник компиляции ее постов из Инстаграма, но в какой-то определенной обработке, такой более книжной. Книга интересная, если вы вообще интересуетесь такими вещами, как Африка. В принципе, все то, что здесь написано, вы в той или иной форме можете в Инстаграме найти у Натальи Сакада. То есть здесь нет каких-то прям суперреволюционных, суперинтересных вещей, которых в Инстаграме у нее не было. Но, тем не менее, все равно. Ну, иногда, знаете, как-то интересно вот не листать вот так сидеть Инстаграм, а прочитать просто полноценно целую книгу. Но большой минус этой книги — это то, что здесь просто отвратительное издание. Просто отвратительное. Издавали ее АСТ, и они поработали просто ужасно. Я вот, знаете, я такой терпеть не могу. Мне кажется, это такое огромное неуважение не только к читателям, но и к автору этой книги. Потому что здесь как будто вообще не было редактуры. Здесь не было вычетки. Здесь огромное количество опечаток. Здесь прям в самом начале некоторые абзацы прям слово в слово просто перепечатали по нескольку раз. Или какие-то повторения, но это уже к редактору вопрос. Когда Наталья, видимо, ну там, забыла, что она написала, либо как-то просто в книжном формате это все переставили местами. И получилось, что она в одном абзаце говорит примерно одно. И в следующем она говорит примерно одно и то же. То есть не теми же самыми словами, но, по крайней мере, вот смысл один и тот же. И редактор здесь тоже плохо поработал. И корректор, и вообще все плохо поработали, кроме самой Натальи Сакада. Наталья Сакада молодец, вообще красотка. И интересно было прочитать ее книгу. Но издательство АСТ стоит все-таки несколько, знаете, более уважительно относиться к своим авторам. Дальше у нас книга Торнхилл. Дом разбитых сердец. Это графический роман автора Пэм Смай. Пэм Смай это английский автор. И на самом деле, насколько я знаю, она больше иллюстратор, чем именно писатель. Но эта книга, вы знаете, она меня на самом деле привела в восторг. Я ее могу очень сильно рекомендовать. Несмотря на то, что она прям сильно дорогая. Она стоила, по-моему, около 1000 рублей. Ну, потому что, понятное дело, графический роман. И тем более, вот такого вот объема. Представляете, вот такой вот просто толстенный. И это довольно простая история. Это готический, кстати, роман. Это довольно простая история про девочку, которая живет в детском доме. Ну, в общем, это происходит, по-моему, в 80-е годы. Это Англия. Непонятно, какой город. Но, в общем, живет она в этом доме. И у нее некоторые трения с другими обитателями этого детского дома. Параллельно мы узнаем историю другой девочки, которая живет в современности. И она живет прямо напротив этого детского дома, про который идет речь в первой истории. И интересно здесь то, что история девочки, которая живет в 80-е годы, она здесь рассказана именно в формате текста. То есть это уже вот как прям дневниковая какая-то запись. Тогда как история девочки, которая современница наша, она рассказана в формате графического романа. И это все разделено вот такими вот просто черными страницами. Вы знаете, это такое интересное вообще получается, такой интересный эффект оказывает. Потому что сначала вы проникаетесь вот этим рассказом от первого лица, когда вы читаете дневниковую запись. Потом у вас абсолютно черная страница, как, знаете, переход в какую-то неизвестность. И потом вы уже видите рисунки, которые вас переносят в современность. То есть взгляд уже в прошлое как бы у вас истремляется со стороны человека, который живет в настоящем. Замечательное просто произведение. И надо сказать, несмотря на то, что история довольно простая, там не будет никаких там супер каких-то невероятных поворотов в конце. В принципе, уже с первых страниц вам будет понятно, к чему все это придет. Вот примерно. Но тем не менее, она вот в своей простоте, в своем каком-то изяществе, она наоборот очень сильно привлекает и удивляет. И я уверена, что когда вы его прочитаете, вы потом еще пару дней будете ходить под впечатлением. И обязательно поделитесь этой книгой с какими-нибудь своими друзьями или родственниками. Ну а дальше у нас идут книги, которые я еще не прочитала. И здесь у нас несколько совершенно замечательных. Во-первых, у нас здесь книга про Вудхауза. Это первая биография Вудхауза, которая была написана русскоязычным автором Александром Ливергантом. Это преподаватель РГГУ. По-моему, также он литературовед. И он исследователь многих-многих разных писателей жизни и творчества разных писателей. У него не первая биография выходит, Вудхауз, в общем, не его первый объект исследования в этой сфере. И здесь просто автобиография Вудхауза, который известен прежде всего тем, что он автор Дживса и Бустера, конечно же. Хотя я всегда говорю, что у него на самом деле было еще больше замечательных произведений. Вообще, на редкость плодовитый автор, он написал огромное количество разных произведений. В общем, у него несколько циклов, которые не менее замечательные, чем Дживс и Бустер. И эта книга, она рассказывает про то, что на самом деле он был очень добрым, очень приятным человеком. Он был всегда оптимистом. Но вместе с тем, его жизнь пришлась на такие довольно странные годы, как, например, Вторая мировая война. И у него с этим были связаны очень большие проблемы. Потому что во время Второй мировой войны, как оказалось, он сотрудничал и с нацистами. Он и жил не в Великобритании, а во Франции. И в Германии он тоже бывал. И, в общем, там все очень неоднозначно с точки зрения, как бы, его такого патриотизма именно к родной стране Великобритании. А следующая книга, я даже сама от себя не ожидала, что я решу ее приобрести, хотя тема, безусловно, очень интересная. Это «Романтизм в Германии» Наума Берковского. Наум Берковский это известный литературный критик, исследователь русской зарубежной литературы. И это его последняя работа, такой большой труд его жизни. Здесь у нас картина, знаменитая «Странник над морем тумана», которая является, знаете, квинтэссенцией вот всего этого понимания немецкого романтизма. Вообще немецкий романтизм это огромное, очень мощное такое направление в западной культурной мысли, так скажем, которая на многие годы определила ее направление. Здесь вот прям эта картина реально иллюстрирует все, о чем обычно идет речь в немецком романтизме. То есть это такой байронический какой-то герой, ну, знаете, вот романтизм, возведенный просто в абсолютную какую-то идеализацию. И было написано это книги, почему я заинтересовалась, что это для широкого круга читателей, что это достаточно легкое чтение, несмотря на то, что это вообще-то, ну, достаточно серьезное литературоведческое произведение. Но на самом деле, конечно, когда я эту книгу получила, я ее заказывала в интернет-магазине, начала читать и поняла, что да, без подготовки здесь сложновато будет с ней ознакомиться, потому что исследование самое-самое серьезное. Ну, по сути, здесь просто идет речь про разных немецких авторов того времени, которых принято относить к направлению именно романтизма, и написано про их разные идеи, сквозь призму их жизни, биографии разных их произведений, и как они повлияли, в общем-то, на это направление. Но обычно, конечно, до таких книг не сразу доходят руки, честно вам скажу, потому что чтение действительно серьезное и тяжелое. Дальше у нас книга Джо Хилла, и это его новый роман «Пожарный». Речь в этом романе идет, как вы думаете, про что? Про эпидемию, какой-то непонятной болезни. В общем, основными признаками этой болезни является то, что люди начинают покрываться какой-то странной чешуей, и эта болезнь, это вроде какой-то грибок, который просто крайне заразный, и постепенно на теле у этих людей, которые инфицированы этой болезнью, возникают какие-то странные пятнышки, такие огненные, которые похожи на татуировки. И в какой-то момент человек, который болеет этой болезнью, он просто произвольно самовозгорается и полностью сгорает. И, в общем, все в ужасе, никто не знает, как от этой болезни вылечиться, лекарства никакого нет, и никто не понимает, как она именно передается. Но есть люди, добровольцы, которые пытаются, в общем, эту болезнь стереть с лица земли. Конечно же, самым простым методом это убить всех, кто ей заболел. Они самовольно отлавливают таких людей, кто заболел этой болезнью, убивают их, но есть некий человек, которого называют пожарным, который также болеет этой болезнью, но он может контролировать горение своего тела, и с помощью этой способности он, в общем-то, и защищает тех, кто также заболел. Главная героиня романа это медсестра школьная, которая как раз еще и беременна, и она тоже заболевает, ну и, в общем, она там в странстве, в поисках того, как ей излечиться, как ей спасти своего ребенка. Я так понимаю, что этот роман очень напряженный, как и все, что написал Джо Хилл. Джо Хилл, это, знаете, такой вот, ну, конечно, все его сравнивают с его отцом. Объективно говоря, они, конечно, очень похоже пишут, но Джо Хилл более такой концентрированный. То есть, если у Стивена Кинга все-таки романы сильно различаются, некоторые более такие размеренные, в некоторых прям много, знаете, такого психологизма и каких-то глубоких рассуждений, у Джо Хилла намного больше какого-то экшна, то есть, у него прям все быстро, прям, знаете, если ужасы, то вот прям вот так вот от тебя прям берут и пугают и трясут, как как раз в коробке в форме сердца один из, по-моему, это был первый роман, который я у него прочитала. Также это Страна Рождества, которая здесь называется Носферату, тоже вот прям, знаете, прям концентрат такой просто того, что происходит все время какой-то просто трэш и ужас на страницах его романы. Не знаю, что они плохие, наоборот, они крайне увлекательные, но если вы любители именно Стивена Кинга, то совершенно не обязательно, что Джо Хилл, его сын, вам настолько же понравится. Но мне, в принципе, его предыдущие романы понравились, поэтому я с удовольствием ознакомлюсь. И самая последняя книга на сегодня это «Как живут японцы» Ютаки Ядзавы. Очень красивое издание, издали, кстати, эту книгу Манн Иванов и Фербер, и это просто книга про Японию, просто книга про характер и про культуру, про географию Японии, что делает японцев, собственно, японцами. И написал ее автор, который много-много лет прожил, по-моему, он прожил то ли в США, то ли в Европе, вернулся в Японию, и со стороны, знаете, этнического японца, который все-таки повзрослел в Японии, но потом уехал, он смотрит вот на Японию немножко таким взглядом, чуть отстранен. Где-то критикует, где-то, наоборот, превозносит Японию и своих соотечественников. Но, в принципе, я думаю, что эта книга не будет особо интересна людям, которые прям серьезно интересуются Японией, просто потому что она очень простая. Она больше для такого широкого круга читателей, которые просто что-то хотят узнать о Японии. Здесь нет каких-то, знаете, прям глубоких, глубочайших, невероятных рассуждений, которых вы не видели в других книгах про эту страну. Но она прекрасно иллюстрирована здесь, замечательное вообще издание, и все очень, очень красиво и очень приятно. Ну, в общем, вот такие вот были книги, вот такие были прочитаны и книги-новинки. И спасибо вам большое за внимание, я вам сегодня желаю замечательных книг, потрясающего настроения, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!